Пограничник нашей республики погиб в перестрелке во время патрулирования линии границы с Таджикистаном. Сообщается, что инцидент случился около пяти вечера накануне. По данным ГКНБ, наш погранотряд нес службу в районе перевала Наумина в Лелекском районе. Следуя по заданному маршруту в местности перевала Чашмагильдан, пограничники внезапно подверглись обстрелу со стороны сотрудников погранслужбы соседней страны. Завязалась перестрелка. Погиб один наш военнослужащий, 27-летний Хуснидин Ходжиев. В ГКНБ заявляют, что есть родины и убитые среди таджикских пограничников. Расследование инцидента ведется. В погранведомстве заверили, что ночь на указанной территории, в том числе в близлежащих селах, прошла спокойно, без инцидентов. Жителей эвакуировать не пришлось. Еще 10 человек скончались за минувшие сутки от коронавируса в республике и примерно по столько граждан умирает ежедневно уже более месяца. Третья волна все еще не сбросила обороты, отмечают медики. За весь период пандемии с марта прошлого года страна потеряла от COVID-19 2083 человека. И сегодня, как сообщил замминистра здравоохранения Альджела Лидинахматулаев, официально выявлено 1319 новых заболевших. В их числе как ПЦР подтвержденные больные, так и с диагнозом внебольничная пневмония. Столица продолжается оставаться эпицентром распространения болезни. В городе за минувшие сутки выявлено 715 новых заразившихся. В Чуйской области резкое увеличение по сравнению с предыдущими днями – 225 человек. В Джалабадской области – 109 и 94 в Баткене. В других областях количество заболевших в разы меньше. Амбулаторно лечится 12 800 пациентов. В больницах – 4 600. 197 из них в крайне тяжелом состоянии. Еще 1200 в тяжелом. Всего развернутых коек против COVID-19 на сегодняшний день в 78 стационарах, где развернуты 5 888 коек. Из них в городе Бишкек – 2153. На сегодняшний день свободных коек по республике – 223, реанимационных – 48. Хочу добавить, что вчера вечером открыты еще 190 коек, развернутые на базе инфекционной больницы и в обширении номер 6 медицинской академии. И против коронавируса тоже идет вакцинация. На сегодняшний день у нас 167 тысяч провакцинированных против коронавируса. Первые дозы, второй дозы – 87 тысяч наших жителей. В скором будущем на той неделе, наверное, ожидается поступление большого количества вакцин. И надеюсь, что наше население с большой ответственностью отнесется и к своему здоровью, и к здоровью общества. Вы должны знать о том, что идет настоящая война с вирусным миром и с вирусом COVID. Соответственно, будут потери. К сожалению, наша страна уже 140 тысяч приближаемся. Более двух тысяч уже покинули наших граждан, к сожалению. И каждый день 6-10 человек погибает от осложнений этого заболевания. Соответственно, на данный момент человек должен сам предохраняться, сам думать о своем здоровье, сам думать о здоровье близких. Ничего нового человечество еще не придумало, как вакцинировать население. Только 90% провакцинированного населения позволит нам избавиться от пандемии SARS-CoV-2. Больше другого пути нет. Президент подписал указ, и теперь при администрации главы государства уже официально создан антикоррупционный деловой совет. Впервые о его образовании Садыр Джапаров говорил на встрече с бизнесом еще в конце июня. Тогда предприниматели подняли все волнующие их вопросы, указали на проблемы и главные помехи, которые препятствуют развитию их дела. Они подчеркнули, что в большинстве случаев это воздействие государственных органов, которые так или иначе соприкасаются с бизнесом. Сегодня, по их словам, предпринимательская среда неблагоприятная. И для того, чтобы усовершенствовать основные направления политики в области поддержки бизнеса со стороны государства и минимизировать коррупционные проявления, опять-таки со стороны госорганов и создается этот деловой совет, пояснили в аппарате президента. Представлялся сотрудником антикоррупционной службы ГКНБ, вымогал и получал деньги. Гражданина выявили и задержали, сообщает в Госкомитете нацбезопасности. Его обнаружили, когда он наведался с проверкой в Адбашинскую районную государственную администрацию и стал вымогать у руководства денежные средства в размере сотни долларов за вынесение якобы положительного акта, задержанный в Адварен ВВС ОВД города Нарын. МВД намерено проверить всех иностранцев на наличие кыргызского паспорта. Такие меры решили предпринять в правоохранительном ведомстве. После того, как у похищенного директора школ САПАТ Орхана Инанды обнаружилось два гражданства и два паспорта нашей страны и Турецкой республики. Напомним, это ведомство теперь полностью занимается установлением обстоятельств, при которых Инанды получил документы. Адии ему выдали в июне 2012 года, ну а общегражданский загран в том же году, но в декабре месяце. В настоящее время расследуется законность выдачи паспортов. В министерстве отметили, что неоднократно выявляли факты коррупции, халатности и злоупотребления должностными лицами, связанные с незаконной выдачей паспортов иностранцам, ранее судимым и разыскиваемым, а также членам ОПГ. Одного кандидата от партии в Ашецик разрешил привлечь к ответственности за подкуп голосов. Теперь им займутся правоохранители. В МВД рассказали, что 7 июля в координационную группу оперативного реагирования поступило заявление о том, что сторонники определенной политической партии на улице Толенова подкупают избирателей. Предлагают избирателям за голос от 1000 до 4000 сомов. В результате оперативно-следственных мероприятий жительница Аша подтвердила факт подкупа и указала, что в штабе этой партии указанный кандидат в депутаты выплатил ей 5000 сомов за голосование в день выборов в пользу его партии. Напомним, что сегодня агиткомпании подходит к концу. Завтра жители Бишкека, Аша и Токмака будут иметь возможность отдохнуть от агитаторов партии, а уже в это воскресенье сделать свой выбор за то или иное политобъединение, которое, по их мнению, сможет эффективно улучшать их города. Отметим, что в последние дни предвыборного периода, как отметили правоохранительные органы и ЦИК, участили случай нарушений выборного законодательства. Так, появились сообщения, что партии привлекают домкомов и квартальных, которые агитируют и предлагают деньги за голоса. В соцсетях граждане сами делают такие публикации, открыто говорят, какие партии им предлагают от 1000 до 2500 сомов. В МВД заверили, что уже сегодня милиционеры переведены на усиленный режим работы и в день голосования будут следить за соблюдением общественного порядка, а также выявлять нарушителей выборного законодательства. За подобные преступления, напоминают милиционеры, кандидатам в местные кенеши грозит уголовная ответственность. Пассат стоит, универсал. В столице опять в ДТП перевернулся в маршрутный микроавтобус. Авария случилась накануне вечером. Столкнулись легковое авто и маршрутка. Очевидцы публиковали видео в интернете с регистраторов и снятые на телефон ДТП. Произошло на пересечении улиц Челпанатинская и Горького. Вольцваген в результате вынесла с проезжей части на разделительную территорию, а маршрутка оказалась лежащей на боку. Прохожие сразу бросились вытаскивать пассажиров из салона, если пострадавший пока не сообщается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...